Всем привет! У аниматора по имени Добряк вышел новый мультик, который называется «Травма детства». Мы с тобой еще не смотрели, да, Добряка, в видео? Ну, сейчас как раз оценим. Если вы учитесь в универе и по каким-то причинам не успеваете вовремя написать курсовую или диплом, то ваша помощь придет в Ворк 5. За 13 лет своего существования компания помогла написать более 200... Четвертый или пятый блогер, который это рекламирует. ...ссылки в описании и заказывайте работу любой сложности, которого я видела. ...салютно на любую тему. Либо вы можете приобрести... Одно сделает диплом, а другое защитить. ...в базе для 77 тысяч готовых работ. А для моих подписчиков скидка 20% на любую работу по промокоду ДОБРИ20. Переходи по ссылке и сдавай все вовремя. Знаете, с учебой у меня особенные отношения. Когда я был в начальных классах, я был круглым отличником. В прямом смысле круглым. А еще я был звезданутым, вернее, звездным королем. Дело в том, что учитель ставил звезду на тетрадке, но только тем, кто успевал сделать домашнюю работу на продленке. И у кого этих звезд к концу года будет больше всех, тот должен был получить медаль... Какая-то сложная система. Ничего себе. А он сам себе не может поставить. ...все домашки на скорость. Видимо, не додумался. ...последним, дабы получить эту заветную медаль. Жесть. Зачем она мне была нужна? Я просто любил учиться, и это для меня была первая осязаемая детская мечта. И вот... Кроль класса. Я стою с самой звездатой тетрадкой перед всеми одноклассниками и их родителями. И мне вешают эту медаль. Да, это всего лишь была дешевая круглая карта. Кроль класса. Это была самая ценная награда в моей жизни, которой я шел целый год. Сказать, что я был рад, не сказать ничего. Мне давали вырезыные из бумаги пятерочки с глазками. ...продяжение года были не зря. Примерно 5-10 минут. Произошло следующее. Произошло недоразумение. Леша, видишь вот того мальчика, да, вот мальчишечку. Больше звездочек, чем у тебя, да. А это значит, эту медальку нужно отдать ему. Уууууу. У одного из моих классников... Блин, он похож на этого чувака из... ...последние люди в сфере образования. Гравити фоллс. Просто подошли к учителю и... О, жесть, прикинь. ...препопросили, чтобы эту медальку отдали их сыну. Да, вот так просто. Несмотря на то, что этих... ...бучих звездочек у меня было больше, чем у всего остального. Жесть, да? Да во всех танцах, цирках, цирках со звёздами не нашлось бы столько звёзд, как на моей тетради. И все это знали. Просто решили взять и забрать у семилетнего ребёнка честно заработанную медальку, б***ь. Какими бы мы были быть муфотными ублюдками? С позолотой. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Естественно, я не просто расстроился, у меня началась истерика. Ну конечно. Я не выезжал из класса и ни в какую не отдавал этот... Так старался. Ну, целый год. ...этоого парня втроём начали отбирать у меня эту медальку, так как учитель же сказал отдай, ты чё не... Я понимал, что преимущество не на моей стороне, но без боя я ничего не отдам, суки вы меня просто... Взяли. Вместо медальки я получил пиздюлей и первое зачарование в жизни. Бедняга. Пиздюлей. ...поздна, чтобы прокормить меня и младшего брата. Поэтому обо всём она узнала уже вечером после работы и не могла повлиять на эту ситуацию. Ей оставалось только успокаивать мою истерику, которая длилась несколько дней. Да я тебе хоть тысячу медалек сделала. Но для меня это было уже всё не то. Блин, мне так жалко. Я поменял школу после того инцидента. Да, всё желание учиться, да? Сначала я был фашистом, а потом и вовсе скатился на три. Пятёрка у меня была только по ИЗО. У меня, кстати, с тех пор так и нет ни одной награды и даже грамоты. Самая ценная, материальная и единственная награда, которая у меня есть, это награда от Ютуба. А единственные первые места я получил благодаря вам на вкладке в тренде. За что вам безумно благодарен. Удачно вам сдать экзамен. Мне прикалывается, что он всё время в треселях. В розовых треселях. Интересно, вот я не разобрел, мне так понравилось. Да, вот он именно как бы в формате получается блога рассказывает какие-то свои истории из жизни. И при этом как-то классно анимирует. И реально это интересно, как будто мультсериал смотришь. И вот видно по анимации, хотя вроде кажется, что человек простой, что он реально классно рисует. Ну вот оно видно. Потому что именно мимика, что это не просто картинка статичная, а у него постоянно эмоции меняются. И именно так по-умному меняются. И вот видно, что человек реально толк в рисовании. А ещё у него планшет как у нас.